Сложная неделя, мне кажется, насыщенная, сложная для нас, потому что новый виток ракетных ударов. Но вот из основного, так чтобы от общего к частному, от общего хочу начать со следующего. То, что прозвучало сегодня, не сегодня, а на этой неделе в Кремле. И, наверное, его все можно сжать и свестить вот к фразе, которую я очень хочу обсудить. СВО идет своим чередом, все стабильно, никаких вопросов и проблем у нас там нет, сказал на этой неделе Владимир Путин. И у меня, Евгений Алексеевич, сложился один громадный вопрос, который хочется разобрать и понять. Это заявка на «Оскар» и лучшую актерскую работу, либо же действительно можно допустить, что человек совершенно не понимает, что происходит, и действительно так может быть, что он информирован таким образом, что действительно никаких проблем сейчас у России нет? Ну, вы знаете, удивительным образом, если говорить о кинематографии и ее истории, я, глядя на выступление Путина, на один из самых раскрученных фрагментов, подумал о том, что он повторяет слова из фильма «17 мгновений весны», помните? Мюллер Броневой говорит, никому верить нельзя, а только мне. Вот он буквально цитирует его. У меня вопрос. Владимир Владимирович помнит, что фильм «17 мгновений весны» про крушение Третьего Рейха, про то, что происходило в верхах гитлеровской Германии накануне ее полного разгрома. Или он этого не соображает? Я не знаю, честно говоря. Я давно уже говорил, что происходящее в Кремле не подлежит порой политическому анализу. С этими вещами нужно идти к психиатру, ну или к психианалитику. Я, правда, не знаю. Но есть вещи совершенно очевидные. Россия ведет действительно в каком-то смысле войну против всего Запада, потому что Запад на стороне Украины. И выиграть эту войну, когда у тебя 1% мирового ВВП. А посчитайте, сколько процентов у союзников Украины. У Америки, Канады, у Евросоюза, у Великобритании, у Австралии, наконец. Силы-то неравные. Володя, обращаюсь я к нему. Володя, ты проиграл уже. Понимаете? Путин уже проиграл войну. Он проиграл в первый день, когда стал агрессором. Он не хочет входить в историю как агрессор, как военный преступник. Но этот исход уже очевиден. Это будет в учебниках. Это уже не поменяешь. Ну а война. Война, конечно, при определенных раскладах затянуться. Многое зависит от того, насколько последовательным будет Запад, продолжая оказывать помощь Украине вооружением, боевой техникой, разведывательной информацией, который, как мы знаем, союзники делятся с ЗСУ, с вооруженными силами Украины. Тут, конечно, есть вопросы. Известные пишут уже западные печати, пишут американские газеты, что руководство Соединенных Штатов опасается слишком уж хорошо вооружать Украину, потому что боится эскалации конфликта и новой мировой войны. Но мы видим, что постепенно этот страх проходит. То есть когда-то поставки оружия ограничивались джавелинами и некоторыми другими видами вооружения. Сейчас спор уже идет о том, какой дальности должны быть ракеты, которые поставляют Соединенные Штаты Украине, которые поставляют другие страны. На самом деле ведь чуть больше ракет более дальнего радиуса действия, чуть больше танков, немного самолетов, чуть больше артиллерийских дальнобойных систем. И судьба этой войны будет решена за несколько недель. Об этом, кстати, говорят российские военные эксперты. Даже те, которые иногда выступают на российских пропагандистских телешоу. Ну вот, кстати, не зря на этой неделе появилась информация о том, что и The Times об этом писал, и очень многие мировые СМИ о том, что США якобы неформально дали молчаливое согласие на то, чтобы наносились удары по территории Российской Федерации. Я не знаю, мне сложно судить о том, можем ли мы такими фразами, в принципе, рассуждать, потому что абсолютно очевидно, что военное командование Украины принимает эти решения самостоятельно. И удары, которые уже были нанесены по глубокому тылу Российской Федерации, они уже были нанесены, и здесь никакого молчаливого согласия не нужно было. Но тем не менее, вот эта информация, которая появилась в The Times, мне тоже кажется, имеет значение. Правда? Ну, безусловно. Вы знаете, я не буду утверждать. Для этого у меня нет достаточной информации. Повторяю, не смогу утверждать, что есть какие-то негласные договоренности, что, предположим, Соединенные Штаты не предоставляют сами дальнобойные ракеты, но не возражают против того, чтобы вооруженные силы Украины самостоятельно наносили удары по глубоким тылам Российской армии. Конечно же, вот эти обстрелы объектов военных, находящихся за сотни километров от границ с Украиной, они в некотором смысле могли стать переломом в войне, может быть, уже стали переломом в войне, потому что российским обывателям, тем самым, кто продолжает поддерживать Путина, было продемонстрировано, что война может прийти и в их дом. И это был, конечно, очень важный политический жест, когда вот эти стрижи, опять-таки, я не знаю точно об этом идут споры, сколько этих стрижей может быть на вооружении у украинской армии. Эксперты расходятся в оценках, а представители ЗСУ, разумеется, на эту тему держат язык за зубами и правильно делают. Но даже политически один обстрел решительным образом меняет ситуацию. Это значит, что Энгельс город, он же находится более чем на удалении 600 километров от территории Украины. Так и до Москвы можно долететь. Знаете, вот эти удары стрижами по объектам в глубине территории Российской Федерации, кто-то совершенно справедливо сравнил с полетом Русто на Красную площадь. Помните такой был эпизод, когда Матиас Рустос, мальчишка из Германии, прилетел на маленьком самолетике на Сесне и приземлился прямо на Красной площади. Это была очень смешная история, потому что я в тот день, я был тогда еще начинающим журналистом, работал в программе «Время». И это был день моего дежурства. И мы заканчиваем уже дежурство, все, программа вышла в эфир, время где-то около 10 вечера, и главный выпускающий благодарит нас за работу, говорит, ну все, ребята, там, наверное, можно уже расходиться. В этот момент телефонный звонок. Кто-то из знакомых ему звонит и говорит, слушай, тут какая-то история странная, какой-то самолет высадился вроде бы на Красной площади, приземлился. Что делать будем? И он говорит, слушай, ну какой самолет, какая Красная площадь? Кто-то тебя разыграл. Все, все, до свидания всем, расходимся. Ну, я не думаю, по тем временам так быстро невозможно было подготовить репортаж о приземлении самолета на Красной площади, но, тем не менее, вот даже никто поверить не мог, что такое произошло. А ведь это на самом деле привело потом к тому, что практически все военное руководство советской армии было отправлено в отставку. И очень многие другие перемены начались. То есть мир увидел, что Советский Союз-то колосс на глиняных ногах в некотором смысле. Нечто подобное повторяется и сейчас.